Всем доброго времени суток! С вами SilentMashica, и сегодня у меня для вас новости на 7 число 5 месяца 2019 года. И для всех тех лиц, которые всё ещё ждут Газовый Город, я могу вам только сказать, что на стримчанском Xbox One at One разработчики сказали, что даты пока нету, когда всё это дело выйдет, и выдали своё обычное СУН. Поэтому вероятность выхода обновы на этой неделе падает довольно сильно, но есть наежда на следующую неделю, поэтому ждём. По другим новостям, я внезапно для себя вскрыл такой факт, что Коруда, ближка Гранир, оказывается, лечит. Я, честно, не знаю, почему об этом раньше не догадывался, но при критах восстанавливается около 5% хп, может быть больше, может быть меньше. Проблема вся в том, что в игре об этом совершенно нигде не написано, и, с одной стороны, кажется, как будто это действительно баг, потому что что Коруда, что Херуда, в принципе, похожую механику имеют, но прошло достаточно времени с выхода ружки, и списать всё это дело на простой баг было бы как-то нелепо. Честно говоря, моё мнение по этому вопросу только в том заключается, что варфу надо более чётко определять пассивки оружия, потому что порой оружие действительно выходит, а пассивка есть или нету можно проверить только экспериментальным путём, а если упоминание про пассивку даже есть, оно может быть несколько расплывчатым. Но хотелось бы, чтобы варф добавили возможность посмотреть не только статы оружия, но и какие-то уникальные особенности, потому что в других играх это водит без проблем, а варф как-то стесняется непонятно зачем, да и, честно говоря, да и в последнее время лишь стремятся убрать как можно больше информации с интерфейса, как они уже показали по переделанному окну магазина, но чёртово знает, можете написать в комментариях, знали ли вы про лечащие свойства Коруда или же нет, но для меня это стало некоторым сюрпризом. Также по другим новостям, игроки продолжают сталкиваться со случаями внезапной смерти от гранат Корпуса и проблема заключается не только в огромном кейсе урона, но и в том, что гранаты порой трудно определить. Разрабы пишут, что починят эту проблему в следующем обновлении, хотя непонятно как починят, может быть урон гранат понерфит, но игроки пишут, что подобные гранаты можно было бы и оставить, если бы их можно было проще определить. Но всё, что мы можем сделать пока что, это действительно ждать, пока разрабы предпримут свой шаг. Ещё теперь на этой неделе начали ходить разговоры о том, что волк начал приходить достаточно часто для многих, что как бы и ожидалось, потому что каждую неделю спаун волка немножко должен увеличиваться. Не могу я сам сказать, что ко мне волк приходит на каждую миссию, но порой в гости приходит. Нам ещё неизвестно, что случится на следующей неделе с волком, но если у вас уже руки чешутся получить кувалду или маску волка, вы можете начинать предпринимать какие-то действия на этой неделе, или подождать до следующей недели, но на следующей неделе у вас будет максимум дней 7, потому я не могу гарантировать, оправдает себе это ожидание или же нет. Но волка можно уже потихонечку пробовать фармить. Не за сим, это все новости, которые имеются мне для вас на данный момент. Разрабы заметно меньше начали сливать инфы, потому что они явно заняты и мастеринг газового города. Ну и, собственно, посмотрим, что у нас случится на этой неделе ещё, потому что, может быть, никакой инфы не будет, может быть, что-то интересненькое всё-таки сольют, но разрабы, очевидно, заняты и это видно. Но на этом у меня у вас уже на сегодня точно всё, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok